Привет, друг! Если ты смотришь это видео, значит ты давно хочешь научиться потягиваться 20 раз. И сегодня твой счастливый день, потому что я расскажу тебе об одной фишке, которая позволит получить желаемый результат. На самом деле существует огромное количество способов увеличить количество подтягиваний, и о некоторых из них я уже рассказал на своем канале, ссылочки будут в описании. Но сегодня я хочу рассказать о том способе, который никто другой еще не освещал. На самом деле важно не то, сколько ты подтягиваешься, важно как ты это делаешь. И большинство подтягиваний, скорее всего, выглядят у тебя примерно вот так. Подбородок на турнику, ноги вместе, ты им не дрыгаешь, и вроде бы все замечательно. Действительно качественные подтягивания, но по какой-то причине ты не можешь их прибавить. Для того, чтобы увеличить количество подтягиваний, нужно немножко изменить то, как ты подтягиваешься, как я уже сказал. Если ты заменишь все свои подтягивания в тренировке на высокие подтягивания, то есть ты будешь делать такое же количество, но высоких подтягиваний, то ты удивишься, сколько можно прибавить в кратчайшие сроки. Выглядит это следующим образом. Тебе нужен будет рукоход, потому что обязательно нейтральный хват. Для чего делать нейтральный хват, я уже рассказывал в одном из видео на канале, это лучший хват для прокачки мышц спины. Дальше, тебе нужно вывести ноги перед собой. Это тоже очень важный момент, который мало кто освещает, и если ты хочешь узнать, почему надо подтягиваться именно так, то пиши в комментариях, я сделаю отдельное видео. После этого ты делаешь максимальный рывок и стараешься потянуться как можно выше, фактически опуская турник до уровня груди, а если можешь, то до уровня живота. Таких повторений ты делаешь ровно столько, сколько можешь делать, пока не начнешь терять скорость. Ты можешь спросить, как это работает. Очень просто. Наверняка ты уже знаешь, что мышцы неоднородные, состоят из быстрых и медленных мышечных волокон. Когда ты делаешь обычные подтягивания в равномерном темпе, ты практически не используешь свои быстрые волокна и не пользуешься их потенциалом. В то же время в них хранится огромный запас мощности, который ты можешь использовать, для того, чтобы делать как можно больше подтягиваний именно за счет быстрых мышечных волокон. Затем они устанут, отправятся на отдых, а ты будешь использовать свои медленные промежуточные мышечные волокна, чтобы подтягиваться дальше, так как ты это обычно делаешь. Ошибка, которую допускают очень многие ребята, которым я рассказал про этот способ увеличения подтягиваний, заключается в том, что они продолжают делать подходы на максимум, чего делать не нужно. Здесь мы тренируем только быстрые мышечные волокна. И для того, чтобы вы могли их тренировать, нужно давать достаточно отдыха между подходами. А поэтому не нужно выкладываться. Как только вы видите, что скорость падает, что взрывная сила падает, прекращайте делать подход. Ваша задача каждый раз подтягиваться до груди, до живота, то есть максимально поднимая себя вверх. Не нужно вымучивать вот эти последние повторения на дрожащих мышцах. Здесь это вообще не нужно, поверьте мне. И просто попробуйте один месяц тренироваться по этой схеме, заменив все свои подтягивания на взрывные подтягивания. То есть, допустим, за тренировку вы делаете сейчас 200 подтягиваний. Обычно. Вы будете делать 200 взрывных подтягиваний. Если сейчас у вас на это уходило там 20-30 подходов, то будет уходить подходов 40, 50, 60, вообще неважно количество подходов. Главное, чтобы вы делали точно такое же количество подтягиваний на тренировку, как делали и раньше, но все эти подтягивания были максимально взрывными. И я гарантирую, что используя этот метод, вы сможете подтягиваться 20 раз. То есть, если сейчас максимум 15, через месяц будет 20. Сейчас максимум 10, через 2, максимум 3 месяца будет 20. Если вдруг сейчас ты подтягиваешься уже 20-25 раз и хочешь сделать тридцатку, используя этот метод, и тридцатка уже будет у тебя через месяц. Настолько он хорош. Вот такой ролик получился сегодня. Надеюсь, что он поможет вам увеличить количество подтягиваний. Если так, обязательно пишите об этом в комментариях. Нам надо убеждать скептиков в работоспособности наших методик. Ну а на сегодня у меня все. Осталось по традиции поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Вот их имена. Большое спасибо, ребят. Благодаря вашей поддержке у нас появились средства на то, чтобы нанять оператора. И как вы уже увидели, этот ролик получился гораздо более качественным. Так что от меня, Санька и всей нашей команды большое спасибо за то, что нас поддерживают. Стараемся радовать вас классными роликами и впредь. Ну а на сегодня все. С вами был Антон. Канал Варкаутских из городских улиц. Пока!